На этот поединок должен был быть обязательно сделан обзор, потому что это сражение было очень насыщенным и невероятным. Я даже с самого начала поставлю все на замедляшку. Первое, что хочу отметить, то что мне в союзники попался очень хороший старый добрый товарищ, его зовут доктор Тутанхофф. Я его очень хорошо знаю, мы с ним были вместе в одном корпусе, и я с уверенностью могу сказать, что это один из самых величайших и лучших игроков Роад Ту Баури. То, как он играет, это просто божественно. Честно сказать, забегая наперед, в этом поединке мы должны были бы проиграть, вот 100%. Я, как всегда, по стринке выставляю мотоциклистов, чтобы они успели поставить мины. На мину наезжает джип, я ставлю еще штурмовиков, союзник мой тоже выставляет легкую технику, чтобы как-то могла уничтожить вражескую пехоту. Также у меня Густав, соушка наша, которая должна хорошо повредить вражеский танк. И тут одна из моих ошибок была в том, что я выставляю бронеавтомобиль. Я хотел, чтобы она успела поставить мины для пехотинцев, но, к сожалению, ее очень быстро уничтожили. Густав, мой что-то стоит, долго думает, не знает, от кого стрелять, его тоже уничтожают. Дальше мой союзник выставляет штурмовиков, которые удачно уничтожают танк, добивает вражескую пехоту. И тут по штурмовикам стреляют минометы. Я вам скажу, что за все это сражение минометы нам так давали прикурить просто. Они такое вытворяли с нами, что не передать словами. Только что был нанесен точный удар по бункеру, но он какой-то был неточный. И вообще, какой смысл, зачем надо было это делать? Лучше бы поднакопил силы, свое умение и сделал бы Нептун, тогда нам реально была бы крышка. Вот, сейчас я буду кидать от Оскарцени на ту толпу, да, из танка, мясорубки, минометчики, всякие там пулеметчики, автоматчики. В то же время, мой союзник выставляет Фердинанда, очень хорошее решение. И тут, как я вам говорил, что минометчики нам давали жестко прикурить. Да, в последний момент стреляют и уничтожают нам бункер. Просто печаль беда, если честно. Я такой думал, блин, долго не виделся с доктором Туттенхоффом, и тут сейчас, после такой долгой разлуки, мы встретились и сейчас проиграем. Чисто случайно встретились и думали, блин, ну все, капец из-за меня, сейчас опозоримся, проиграем. Союзник мой делает тактическое отступление, я там выставляю штурмельков, чтобы уничтожить Катюшу. Ромель, ну Ромель уже, к сожалению, ничего не сделает против Баттона. Вот, поэтому я делаю точный удар, но не совсем-таки это эффективно, там все произошло. Там железный кулак Сталин у нас едет, а это очень большая угроза для нас. Такой думаю, ну все, капец нам будет, сейчас проиграем. Фердинанд сейчас страдает, его сейчас уничтожат. Я опять ставлю Густава. Наверное, это была моя вторая ошибка, зачем типа я его поставил. Сейчас его уничтожат. Сейчас мой союзник ставит Курта, потом ставит самоходную гаубицу. Я выставлял, значит, вот с Кристо, чтобы он как-то немножечко на пару секунд отвлек вражеский танк, потому что его урон очень мощный. Так. Дальше я выставляю бронеавтомобиль. Ну, уже чисто от безысходности, потому что кого ставить, не хватает очков, ресурсов, чтобы кому-то поставить, чтобы можно было как-то им противодействовать. Там, блин, минометчики стоят, по нам палят. И что делать дальше, я просто был без понятия. Нас уже почти уничтожили. То есть, осталось там буквально два выстрела по нашей цитадели и всё. Тут я начинаю кидать мины. Мой союзник кинул десантуру. Я ещё кидаю пускорцени туда, на бункер. Минометчик стреляет по этим минам, которые я выкинул. Всё уничтожается. Минус три танка. Вот, я такой, блин, думаю, вот это позор. Просто позорище. Ну, как так вообще можно играть с моей стороны, что нас так сильно нагибают? Честно, я такой думал, ну, блин, ну всё, ну проиграем сейчас. Ну, реально проиграем. Ну, вот куда тут дальше? Вот что тут дальше можно делать? И как дальше сражаться, если уже мораль вся упала? Боевого духа нет. Опять Густав. Ну, а кого мне ещё ставить, в принципе, да? Там ещё у него сохранилась, значит, самоходная гаубица. Есть для неё чинилка. Спасал, спасательная, так сказать, шлюпка. Я поставил мотоциклиста на правый фланг, чтобы оттуда не выехали вражеские танки. Значит, мой союзник выкидывает на правый бункер вражеский десантуру. Там по левому флангу ещё стоит КВшка. Её хорошо обрабатывают. Я для подстраховки ещё кидаю от Оскар Ценни. Ну, в принципе, его десантура хорошо справилась и добила правый бункер. В принципе, с правой стороны проход открыт, но штурмовики десантура уже не успеют добить, не успеют добить вражескую цитадель. Очень долго там её нужно уничтожать, не то что наше, да, на два выстрела. И тогда мы начинаем обрабатывать хорошо левый бункер. То есть, он сейчас уничтожится на раз-два. И почему союзник сражеской стороны, американец, ничего не выставлял? Ведь у него там было, ну, есть кого было выставлять. Очень странный был поединок. И если бы он сделал просто точный удар по нашему главному бункеру, да, то всё. Это была бы крышка нам, мы бы проиграли. Ну, как-то так. Очень странный поединок, в котором мы должны были бы проиграть. Всё, спасибо всем за внимание. Побольше таких, знаете, хороших союзников, как мне попался доктор Футенхофф. И хороших вам сражений, побед. Удачи, пока.